МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подавляющее большинство наших граждан считают коррупцию и отсутствие справедливого суда одними из главных проблем нашего государства. И в то время, пока борьба с коррупцией и реформа юстиции буксуют на месте, некоторые активисты самостоятельно ищут управу на коррумпированных деятелей, порой даже применяя силу. Что это? Самосуд? Метод борьбы или хулиганство? Истину в этих и других вопросах мы будем искать с Павлом Григорчуком, гражданским активистом и председателем правозащитной организации Дрептула Дрептате. Право на справедливость. Цитата. Чтобы провести реформу прокуратуры и судебной системы, надо резать по-живому. У нас тенденция. Дети прокуроров становятся прокурорами, дети судей – судьями. Этот спрут охватил своими щупальцами всю судебную систему. Добрый вечер. В прямом эфире «Истина». Согласно Конституции Республики Молдова, точнее, статье 20, свободный доступ к правосудию, любое лицо имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными судами. Только, к сожалению, как показывает практика, суды, в руках которых зачастую находится судьба человека, не всегда являются компетентными, а обслуживают чьи-то интересы, вынуждая граждан либо опускать руки, либо бороться с системой. О способах такой борьбы, их возможных последствиях и не только мы сегодня поговорим с Павлом Григорчуком, председателем правозащитной организации Дрептула Дрептате. Право на справедливость. Добрый вечер. Добро пожаловать, господин Григорчук. Добрый вечер. Спасибо за приглашение. Вы у нас на нашем канале первый раз, поэтому поздравляю вас. Надеемся, что у вас после сегодняшней программы останутся приятные воспоминания и впечатления нас. Да, спасибо. Я всегда прихожу по приглашениям журналистов, обязательно участвую во всех передачах, потому что это возможность донести нашу точку зрения до общества, повлиять на перемены в стране, чтобы в том числе и органы юстиции становились лучше. И, кстати, мне приятно, что ваша передача называется «Истина», а мой видеоблог в интернете, где я провожу какие-то свои расследования, аналитику, называется «Правда Григорчука». «Правда и истина» – это очень часто созвучные понятия. Да, соглашусь с вами. Это вопрос такой философский, но мы, я думаю, что поговорим о нем чуть позже, как и, впрочем, и о надписи на вашей майке. Мы давайте создадим интригу, вернемся к ней чуть-чуть попозже. Начнем с насущного. Павел, как вам результаты выборов? Ну, результаты такие, какие они есть. Наш политический класс, он, к сожалению, несовершенен. И вся наша политическая система несовершенна. И очень многое, к сожалению, самый большой фактор в политике, у нас до сих пор ключевой фактор – играют деньги. Тем не менее, люди, проголосовав за партию «ПАС», за политическую команду «Майя Санду», по сути, это был третий тур президентской кампании, они голосовали не за список больше, хотя какие-то людей наверняка знали, избиратели, а голосовали за тот список, ту программу, которую предлагал президент. Я напомню, что она предлагала, она говорила о том, что нужно бороться с коррупцией, покончить с ней, с этим явлением, особенно с крупной коррупцией. Нужно обеспечить, наконец, правосудие в нашей стране, чтобы органы юстиции действительно работали во благо граждан. И так далее. За эти перемены люди голосовали. Причем голосовали... За обещания, скажем так, пока... Ну, безусловно. Люди всегда на выборах голосуют за выборное обещание. Сможет ли та или иная политическая сила их воплотить, это покажет время. Хотя, честно вам скажу, что я также являюсь сторонником перемен. Но, на мой взгляд, последние действия, которые мы видим в отношении... Которые совершает ПАС в отношении генерального прокурора, я считаю, что это неправильно. Мы ждем люстрацию, мы ждем того, чтобы у нас в стране поменяли прокуроров, коммерсантов, которые, к сожалению, еще есть в системе судей, коррупционеров. Поменяли продажных полицейских, поменяли налоговиков и таможенников, которые, к сожалению, не служат народу зачастую, а используют свои должности для своего личного обогащения за счет народа. И вот вместо этого мы видим, что главной мишенью, к сожалению, у нас стал представитель генеральной прокуратуры. У нас в прямом эфире работаем. У нас в прямом эфире, да, кондиционер сильно работает. С заботой о вашем здоровье, господин Григорьевич. Да, да. И я хотел, и смотрите, я хотел отметить, что если вот такие тенденции будут и дальше проходить, то, к сожалению, недалеко разочарование, к которому я бы не хотел, чтобы наше общество пришло. Ну, посмотрим. Покажет время, господин Григорьевич, вы в свое время были активистом, при коммунистах вы были активистом ПКРМ, и сами не раз говорили, что придерживаетесь больше левых взглядов, и, в принципе, всегда находились в таком околополитическом пространстве. Почему мы вас не увидели ни в одном из списков электоральных конкурентов на этих выборах? Ну, во-первых, наверное, потому что большая часть списков, которая была сформирована, чаще всего формируется людьми, которые представляют чьи-то интересы, близкие к олигархическому, или, к сожалению, в нашей стране зачастую и к криминальному. И вы, как и большинство населения, не нашли свою команду в этом списке? Знаете, у нас есть хорошая команда в нашей правозащитной организации, и причем это действительно команда людей, на которых можно положиться, многие из которых прошли уголовное преследование во время олигархического режима, в том числе и тюремные подвалы и так далее. Поэтому говорить о том, что команды нет, не приходится. Но приходится говорить о том, что для участия в политике, для независимого участия в политике, на сегодня необходимы средства, и средства довольно-таки большие. Если бы мы были в Сингапуре, где, с одной стороны, есть обязательное голосование граждан, то есть участие в выборах, именно голосование на выборах, это не является правом граждан, а является обязательством. С другой стороны, человек может не пойти на выборы, но тогда он будет платить больше налоги и так далее. С другой стороны, там созданы все условия для того, чтобы простой гражданин или человек с какими-то амбициями, или лидер какого-то общественного мнения мог напрямую участвовать в выборах, и ему для этого не нужны были большие деньги. В нашей стране, к сожалению, все не так. Поэтому у нас есть Кавкалюк, человек с репутацией просто бандита в погонах, который долго времени служил в МВД, и, к сожалению, не народу, а своему личному интересу. Вот он участвует в политике. Есть много других примеров, которые можно приводить, где отъявлены коррупционеры, воры участвуют в политике, а люди достойные пока, во всяком случае, не могут участвовать. С этой точки зрения можно сказать, что избиратель сделал свой выбор. Он, наверное, распознал тех, кто не достоин занимать кресло парламентария, и те, кого перечислили, в том числе, не прошли электоральный порог. И посмотрим, как сложится их дальнейшая судьба. Павел, вы человек, как говорят, широко известный в узких кругах. Я позволю напомнить зрителям, что в 2019 году вы известны как активист, в том числе и как борец с коррупцией. И в 2019 году вы получили 4 года условно в составе так называемой группы Петренко за протесты, которые вы организовывали перед зданием Генеральной прокуратуры и перед домом Влада Плохотнюка в 2015 году. Эти дела были признаны политическими, нужно отметить, в том числе и Советом Европы. И даже, по-моему, приезжала группа европарламентариев в Молдову, для того, чтобы вас поддержать. Именно на этот процесс мы поднимали. Господин Григорьчук, режим Плохотнюка пал. И можете ли вы рассчитывать на то, что ваша судимость будет снята? Ну, во-первых, судимость снята конкретно по этому делу, потому что приговор был отменен Высшесудебной палатой. Но и вернут на пересмотр в нижестоящую инстанцию, в апелляционный суд. А в апелляционный суд вернул, опять-таки, это в нижестоящую инстанцию, в первую инстанцию. И сейчас суд Буйкан заново рассматривает это дело. По этому вопросу и по ряду других дел, которые являются политически мотивированными или заказными, Генеральная прокуратура высказывалась. То есть, кроме того, что высказывались международные органы, наконец-то это начали признавать и органы в нашей стране, органы юстиции. Об этом лично говорил господин Стайногла. К сожалению, нынешнее законодательство в плане пересмотра такого рода дел, оно несовершенно. И поэтому наше дело и ряд других дел, они топчутся на месте. По ряду причин. Да, ряд дел были закрыты, особенно те дела, которые были еще на этапе следствия в прокуратуре. Хотя и здесь тоже не все дела. Допустим, дела на Урсаке, к сожалению, которые не переданы в суд, оно до сих пор не закрыто. Далее. Ряд дел были закрыты уже и в судах. Это дело бывшего депутата господина Юрия Балбачану, который... Мы сейчас говорим о списке тех политических дел, которые вы передали в Генеральную прокуратуру. Мы еще к ним подойдем чуть позже. Что касается... Ну, это же касается и нашего дела. Безусловно, да. Есть список дел, которые утонули в судах. И очень часто они утонули в том числе из-за того, что ряд прокуроров просто саботируют вот эти перемены, которые произошли в нашей стране и которым дал толчок в том числе и генпрокурор. То есть ряд прокуроров, которые рассматривают, представляют обвинения по этим делам в суде, они продолжают либо затягивать процесс, либо пытаются вынести решение, которое... Да, никого уже сажать не хотят, чтобы ни меня, ни моих коллег-сорадников не привлекали к тюремному заключению. Но намекают, а может мы все-таки условный срок вынесем, а может мы закроем за сроком давности, потому что там уже по ряду дел много лет прошло, они до сих пор... Каждый печется за свою шкуру, получается. Да, совершенно верно. Для чего это делается? Потому что те прокуроры и те судьи, которые возбуждали эти дела, выносили незаконный арест, очевидно, незаконные, в случае оправдания этих людей, они должны быть привлечены к ответственности. Почему происходит этот саботаж? Ну, совершенно очевидно. Есть, допустим, Виорил Мораль, печально известный. Господин Григорчук, мы к ним перейдем и к списку дел мы тоже подойдем. Я хочу напомнить нашим зрителям еще, знаете, как освежить опорные знания о том, кто такой Павел Григорчук, чтобы, может быть, там кто-то... Ну, давайте, да, давайте еще меня обсудим. В марте 2019 года произошел знаменитый случай около кафе в центре столицы. Это пощечина Сергея Сырбу, которую вы отвесили. На тот момент вы уже были, у вас уже был приговор 4 года условно. Затем 11 сентября вы снимали на телефон прокурора Нику Щендра. Да. Он попытался забрать у вас телефон, вы забрали телефон обратный. Который вел вот это дело, группа пациента сфабриковала. Ну вот, вы забрали телефон обратный и отвесили ему уже пинка на этот раз. По обоим эпизодам было заведено дело по статье хулиганства. И, насколько мне известно, они сейчас объединены в одно производство. И находятся до сих пор на рассмотрении в прокуратуре. На рассмотрении в суде. В суде. Господин Григорьчук, такой вопрос. С учетом того, что, как говорят, вам за эти два дела грозит 5 лет реального срока. Знаешь, что у вас уже есть 4 года условно? Ну, сейчас нету. Сейчас аннулировали. На тот момент было? На тот момент было, да. На тот момент было. И вы знали прекрасно, возможно, по тем последствия, которые могут возникнуть. Вот стоили ли вот эти пощечины и пинки в, ну, пока теоретически, да, и надеемся, что этого не произойдет в 5 лет потерянной жизни? Ну, давайте я отмечу. Это, кстати, уже не политическое дело было бы, да? Я отмечу. Я объясню, почему это дело политическое. Я отмечу все-таки, в каком контексте происходили эти инциденты, да. Во-первых, я хочу сказать, что действительно и пощечина, и пинок, это такие мои эмоциональные были всплески, которые все-таки, ну, не самые приятные, скажем таки, действия с моей стороны. Все-таки даже пусть и наносить пощечины или пинки, это все-таки неправильно. Но это действительно правонарушение. Я считаю, это не уголовное преступление, и с этим согласятся абсолютное большинство юристов в нашей стране. Это, ну, это административное правонарушение, что должно быть порицаемо, там, каким-нибудь административным штрафом. Хотя, абсолютное большинство общества... Ну, все было как сотрясение было, ну, по крайней мере, справку. Ну, у него, да, справка, да, он выписал. Ему Дамир позвонил тогда, сказал, ложись в больницу и выписал справку. Значит, но, абсолютно при этом, абсолютно большинство общества на тот момент расценило эти акты правонарушения как поступок. Вот об этом я как раз... И это, кстати, показательно, что они уже настолько вот эти вот коррупционеры, а Сырбу, очевидно, коррумпированный депутат, депутат легкого поведения. Ну, кто верит в то, что он совершенно искренне менял уже целый перечень партий и делал это без денег. Ну, верьте, верьте, конечно. Шершелев, ам, ищите партию, да. Да, да, шершелев партия. Да, да, да. Очевидно, что эти люди... И Шендрия, это коммерческий прокурор, уже бывший, слава богу. И Сырбу, тоже уже, слава богу, бывший депутат. Безусловно, человек, для которого главные были деньги, а не там какое-то мировоззрение, идеология и так далее. И с которым, кстати, я много лет был знаком еще по партии коммунистов. И уже тогда его критиковал, потому что он никогда не был честным человеком. И очень показательно, что люди отнеслись к этим инцидентам как к поступку. Хотя, действительно, поступок не самый приятный все-таки. А где грань? Я хочу, давайте я вам все-таки объясню. Это был март 2019 года. К тому времени я уже получил условный срок за абсолютно мирный протест. Просто за то, что мы выражали мнение под окнами главного крестного отца всех барыг в нашей стране, олигарха Плохотнюка. Ну и это был такой способ наказания нас, Григория Петренко и других наших соратников. Это был показательный показатель. Незадолго до этого я стал таким монстром в глазах общества, все телеканалы Плохотнюка, когда разворачивали дело Антифа, так называемое дело Антифа. Когда верил мораль... Государственные перевороты и так далее. Тем не менее, незадолго до выборов, за несколько дней до выборов в 2014 году, это помпезно разносилось. Причем это происходило в тот день, когда из страны просто миллиарды леев выводились через банковскую систему. Именно в те дни. И за эти годы, с 2014 года, когда я познакомился с нашей молдавской юстицией, с тем, как тебя могут привезти на суд, обвинить тебя в чем угодно, держать месяцами в подвале, могут лишать тебя возможности общения с твоими родными, с близкими, лишать тебя возможности общения с адвокатами, лишать тебя адвоката в суде, лишать тебе возможности выезда за границу. На всех телеканалах, а тогда у Плохотнюка, естественно, была большая часть медийного влияния в стране, тебя постоянно говорят, что ты экстремист, что ты какой-то террорист, что ты опасный элемент. К сожалению, многие люди даже перестали... Мои бывшие знакомые, ну, это тоже был показатель, тест, скажем так, для них, они даже перестали со мной здороваться, они там обходили меня стороной и так далее. Ну, это бог им судья, как говорится. Вы мне в этом контексте напомнили одну интересную вещь. Когда мы делали нашу программу «Защита и забота» здесь, также на 21-м канале, мы выступили с обращением к чиновникам, сказали, что то поведение, и то поведение, с которым они относятся, то отношение к людям, с которым они относятся пренебрежительно, и футболят их из кабинета в кабинет, они тем самым доводят людей до отчаяния. Безусловно. И тогда может произойти все, что угодно. И вы как раз были... Безусловно. Я, безусловно, находился к этому и подводил, что я был... Тем самым человеком, доведенным до. Я был, безусловно, в какой-то степени отчаяния, потому что все вот эти заказные дела, вся вот эта пропаганда против нас, превращение нас в каких-то врагов народа, оно, естественно, отразилось. Оно отразилось и на нашем здоровье физическом, оно отразилось и на наших каких-то личных отношениях с людьми. Многие мои товарищи, они допустим... Я знаю, что они испытывали проблему с тем, что они даже на простую работу не могли устроиться, просто потому что они были фигурантами дела группы Петренко. Но, кстати, показатель... И когда я встретил вот этого Сырбу, человека, которого я много лет знаю еще, когда он был в партии коммунистов, и он всегда был изоблюдом, и всегда стремился к теплым, мягким местам всех партийных боссов, причем это было и в ПКРМ, и в ДПМ, когда он был, и сейчас продолжается, когда он там уже был в Кромолдове, теперь у Шора он и так далее. И когда я его увидел в тот день... А, кстати, за день до этого вынесли приговоры Сергею Чебатырю и Георгию Петику, и я тогда был на акции протеста перед зданием парламента, и мы требовали вот этого объединения против правых и левых, против Плохотнюка, и вдруг я встречаю Сырбу, который идет в дорогом костюме, упитанный, такой счастливый жизнью, просто хозяин жизни, да, идет по центру города, недалеко от голодных людей нашей самой бедной страны в Европе, которые протестовали, вот он гуляет по центру, и я когда его увидел, я крикнул ему, что он предатель, ну, у нас было расстояние, чтобы он меня услышал, я ему крикнул, что он предатель, в ответ он назвал, сказал, что я предатель, предатель, я не знаю, как я его мог предать, ну, и я к нему подошел, завязалась перепалка, он меня оскорбил, и это, к сожалению, была такая последняя капля терпения. Безусловно, наверное, не нужно было его тогда трогать, нужно было пройти мимо, проявить невозмутимость, но, к сожалению, за столько лет давления, которое оказывало вестиция на меня, ну, я же, слушайте, я же тоже человек, я же не робот, не железный. Показательно, что вы это признаете, да, что это было не совсем приятно. Да, но я, ну, действительно, это не совсем правильно, ну, знаете, если бы я ходил просто по улице, раздавал пощечины, я понимаю, это было бы действительно хулиганство. А здесь все-таки человек спровоцировал меня, человек, который совершенно очевидно должен сидеть в тюрьме за те схемы, которые он прятал в законы, и за то, сколько раз он брал взятки и продавал свой мандат. Разберутся компетентные органы. Я к чему, что страшно подумать, да, сколько таких людей, доведенных до отчаяния и обиженных по праву, наверное, обиженных даже на судей, на прокуроров, на чиновников. И не хочется даже думать, что... Возмущенных. Возмущенных, да, не хочется даже думать, что было бы, если бы каждый. Знаете, вот это такая история, когда, ну, скользкая дорожка, да, что если один начнет бить, а если все начнут? Знаете, если у нас в стране вообще будет бесправие, мы всегда об этом говорили, что у нас всегда есть вообще возможность выйти и поднять восстание. Вы знаете, что у нас есть такое право? В Декларации, всеобщей декларации прав человека ООН об этом говорится, что если в стране тирания, то мы можем восстать против тирании. Когда нам запрещали выезжать из страны, нам, кстати, прокурор Шендри также ставил запреты вообще на участие в массовых акциях протеста. Тем не менее, я приходил на вот эти протесты в Демпарте, когда они свозили людей, почтальонов, газовиков, учителей, просто вот этих всех бедных бюджетников свозили, заставляли их там участвовать в этих, для массовки в этих мероприятиях, да. Я выходил протестовать против этого. И несмотря на то, что из-за этого мне могли изменить меру посещения. Потому что я считаю, что мы должны были перестать бояться, для того, чтобы ускорить отставку и падение этого режима, мы должны были выходить, мы должны были бороться, даже если нам ставят какие-то ограничения, наоборот, делать это демонстративно. Режим пал силами политических, сил геополитических. А проблемы вот как были, так и остались, возможно, даже усугубились. И примером тому является вчерашний случай, который произошел на одном из телеканалов. Бывший советник президента Майсандо Серджио Тафилат подрался с бывшим заместителем министра внутренних дел Геннадием Касованом. Для тех, кто пропустил этот искрометный эфир, в кавычках, господин Тафилат назвал своего оппонента недоношенным, да, лепутатору, как правильно перевести. Там в начале была перепалка, связанная с тем, что они спорили по приватизации разных государственных объектов. Вы представляете, что разговоры о приватизации у нас теперь доводят до драки? Ну, смотрите, там все-таки виновен в конфликте был, безусловно, господин Касован. Он, во-первых, назвал нецензурным словом своего оппонента Тафилата. До этого он замахнулся, вы можете показать кадры, только покажите полностью, когда он замахнулся на Тафилата. Ну, и последним было то, что он в него плеснул стакан воды. И закончилось это тем, что Тафилат набросился на него с кулаками и, собственно, опрокинул его со слона. Ну, привел в чувство человека, привел в чувство, и видите, Касован. Касован вроде как даже потерял сознание, да? Ну, я думаю, что это вообще уже цифр, потому что есть фотографии после передачи, он чувствует себя прекрасно. Подождем подтверждение. Вы на своей странице в Фейсбуке поддержали в этом конфликте, собственно, как вы сказали, Тафилата. В этой связи такой вопрос. Почему вы считаете подобное поведение допустимым и даже где-то примерным для человека, который находился на госслужбе и, собственно, даже баллотировался по спискам партии, намереваясь стать депутатом? Это пример для общества такое поведение? Господин Тафилат поступил по-мужски. Гораздо хуже было бы, если бы он стерпел вот эти нецензурные обращения, вообще не мужское поведение со стороны Касавана такое эмоциональное какое-то неправильное в обществе. Он же его спровоцировал. Если бы он стерпел, ну, он, конечно, имел право стерпеть, но я считаю, что он правильно сделал, что он ответил. И теперь господин Касаван, я надеюсь, будет себя вести более правильно. Хотя я вообще не понимаю, почему таких людей, как Касаван, зовут на передаче. Нет, давайте мы не будем цепляться, я, кстати, как раз хотел сделать эту важную ремарку, не будем цепляться к личности того и другого. То есть, можно по-разному относиться и к кунянистским взглядам господина Касавана, и к деятельности господина Тафилата. Это вот просто взять как факт. Человек, ну, там на видео видно, что там достаточно неплохо он его крутанул. Касаван, будучи человеком возрасте, как бы мог бы, могло бы случиться что-то пострашнее. Мог бы иметь больше мозгов хотя бы. Он его один раз ударил, это видно на видео, и прокинул со стула. И видно, как Касаван вначале встает, а потом, видимо, решил сыграть, проявить свои актерские качества, свое мастерство. Но до «Оскара» он все равно не дотягивает. Знаете, что я нахожу иронично во всей этой истории, что в тот момент, когда произошла драка на телеканале, внизу была плашка, где была указана тема обсуждения. И там было написано «Молдова», запятая, «Инкотро», многоточие. Что означает «Молдова, куда?» «Куда мы идем». И здесь, собственно, в студии показывается, куда мы идем. Я не думаю, что из этого инцидента нужно делать, что мы куда-то идем. Потому что драки происходят во всех странах. И гораздо более и в парламентах происходят драки. Вот как раз это наблюдается, некая тенденция своего рода. Даже многие эксперты некоторые отмечают, что страна находится в таком близком к хаосу состоянии. Потому что сначала мы имели стычки на улицах. Затем мы видели стычку в парламенте с обливанием водой. Если помните, вырывание микрофонов и прочее. Сегодня у нас имеет место уже мордобой в прямом эфире. Со всем, чем полагается. С нецензурными словами, со скорой и так далее. Вы не считаете, что это тенденция определенная? Что мы куда-то не туда идем? К слову об «Инкотро». Я не думаю, что здесь можно проявлять какую-то... Анализировать какую-то системность в этих событиях. Мы все-таки юго-восточный народ. Мы народ горячий. И то, что иногда проявляются такие инциденты... Лучше бы их, конечно, наверное, все-таки не было. Но, с другой стороны, я лично Тафилата понимаю. Он поступил по-мужски. И терпеть оскорбления от человека, который совершенно провокационно себя вел, это неправильно. И мне, кстати, понравился еще интересный момент. Там был господин Киртуакин на этой передаче. Он после этого, значит, раскритиковал Тафилата. Что вот, смотрите, как неподобающе себя ведет этот человек. И так далее. А при этом мы знаем прекрасно, что недавно господин Киртуакин набрасывался на марш социалистов, на Додона. Я отнюдь не являюсь сторонником Додона. И тем более не являюсь сторонником Дарина Киртака. Но просто вот мне интересно, как человек меняет позицию. Он когда нападал, ну, пытался напасть на Додона, он говорил, что хотел с ним по-мужски поговорить. Когда же Тафилат по-мужски повел себя в отношении Касавана, который его и оскорбил, и замахивался, и плеснул ему в лицо стакан воды, то здесь уже Киртака поступил со своими принципами. В тот же день и несколькими днями позже, после того, как он набрасывался на господина Додона и господина Воронина, он был также и в качестве принимающей стороны. Да, и потом сам еще получил пощечину. Да, и что очки у него пести прут летели. Кстати, очень странно. Меня тогда за пощечину Сербу, значит, держали в тюрьме. А вот теперь вам вопрос, господин Григорьевич. Да, вот у Киртака как-то, видимо, Сербу более дорогостоящей для наших органов пестиций. Ну, я шучу, конечно. Давайте вернемся ко вчерашнему случаю. Просто интересно, вы затронули такую историю. После эфира была опубликована фотография, где господин Тафилат и господин Касаван жмут руки. Мир, дружба, жвачка. И, видимо, дела не будет. А там не могло бы делать. Вам, ну, как сказать, человек потерял сознание. Ну, то есть, давайте так. О том, что он потерял сознание. У вас за пощечину и за пинок прокурору, за пощечину депутату и пинок прокурору, вам грозит пять лет лишения свободы. А здесь человек теряет сознание в прямом эфире от вот такого вот броска. И, видимо, ничего. Нет ощущения, что у нас опять кому-то что-то можно, а кому-то нельзя. Ну, во-первых, то, что он потерял сознание, это еще очень спорный вопрос. Ну, скорая была, свидетельствия не было, поэтому... Что он потерял сознание? Ну, это может... Нет, я не говорю, что он потерял сознание. Но, по крайней мере, стал основанием для вызова скорой, поэтому... Вопрос для возбуждения уголовного дела в данном случае касается степени тяжести телесных повреждений. Ну, за пинок вам возбудили. Ну, правильно, потому что это прокурор, и потому что за него заступился его Нанаш Игорь Попа, который является финном Китораги. Ну, это такой клан прокурорский. Ну, и система просто себя защитила, естественно. В данном случае, хотя и там тоже не должно было быть уголовного дела, безусловно. Правонарушение, да, есть. Должен ли Тафилат оплатить штраф? Ну, если констатирующий субъект выпишет протокол, то, скорее всего, да, он должен будет оплатить штраф. Тем более, он сам тоже признал, что поступил эмоционально и так далее. Был неправдан. Просто понимаете, где есть элементы правонарушения, да, ну, окей, человек пусть несет ответственность за правонарушение. Платит штраф или там часы работы, я не знаю, да, смотря на усмотрение констатирующего субъекта. А если, ну, неправильно делать из правонарушения уголовное преступление, это все-таки совершенно разные вещи и разная степень ответственности должна быть. Ну, будем следить за тем, как развивается. И, кстати, если вы уже затронули вопрос вот этих инцидентов, и моих инцидентов, и инцидента с господином Тафилатом, то я хочу напомнить вам, что у нас есть и другие примеры. Есть примеры драк, которые совершенно очевидно не являются правонарушением, а там убивали людей. Это и убийство у Атриума, это и убийство в Сороках, и в которых участвовали вот эти спортсмены, организованные в спортивных клубах Далина Дамира, Октавиана Архиану. И там люди погибли, и, значит, в Атриуме дело пришло в суд, и прокуроры требовали 15 лет за убийство Сергея Беженария. Но этих спортсменов-беспредельщиков оправдали. Одного оправдали, а другому вменили штраф за убийство. Сравните это с моим поджопником, не знаю, или с тем, что было у Тафилата. А что касается Сорок, то сегодня в Сороках было судебное заседание, мы следим за этим делом. И на этом заседании был освобожден один из... Там один даже и не сидел, не находился даже под арестом, один из убийц спортсменов этих отморозков. Один находился вот эти последние полгода. Так вот, его наш самый гуманный справедливый суд освободил под подписку о невыезде, под судебный контроль. Вот обратите внимание на это. Поэтому, если вы хотите обращать внимание действительно на какие-то вот эти инциденты, завершавшиеся уголовным действительно преступлением, потому что там Касаван, ну максимум, может, ссадину какую-то он получил, он сильно не пострадал. Это не является преступлением. Это важно было об этом сказать. То здесь мы видим реальные преступления от беспредельщиков, от спортсменов, которые, кстати, вот вы упоминали, когда мы протестовали у дома Плохотнюка. Там были эти спортсмены, они бросали, швыряли в нас эти домовые шашки, избивали журналистов и так далее. И им ничего за это не было. Была вседозволенность. Вот это привело к тому, что они убивают людей. Мы об этом поговорим во второй части программы. Сейчас я предлагаю прерваться на короткую рекламу. Она пролетит незаметно. Оставайтесь с нами. Мы вернулись в студию. Сегодня у нас в гостях председатель организации Дрептула Дрептати Павел Григорчук. В первой половине программы мы обсудили общие тенденции в обществе. Напомнили нашим телезрителям о том, чем вы занимались до сегодняшнего дня. Ну, судя по тому, как вы напомнили, я просто ходил и сбивал прокуроров и депутатов. Ни в коем случае. Это, знаете, как кто-то говорил, что, чтобы не цитировать, бывают разные методы борьбы за справедливость. И мы это обозначили в начале программы, о том, что мы поговорим о методах борьбы и о том, какие у них последствия. То есть можно по-разному бороться. Можно бороться пинками, оплеухами, еще чем-нибудь. Ну, лучше, конечно, так не бороться. Лучше вообще, чтобы не было моментов какого-то самосуда. В обществе достаточно агрессии, поэтому подогревать это, учитывая то, что вы тоже имеете определенную группу сторонников своих, и являетесь своего рода лидером общественного мнения для определенного числа людей, то ваше поведение и то... Знаете, все зависит от системы, и в том числе от системы юстиции. Если в нашей стране было бы правосудие, действительно, то я уверен, что у нас было бы гораздо меньше случаев какого-либо самосуда. Даже несмотря на какой-то наш южный темперамент. Да, давайте не будем винить южный темперамент. Вы привели в пример Сингапур, куда уж южнее. Сумели построить справедливую юстицию. Но здесь как раз не нужно искать причины, нужно искать средства того, как достичь улучшения. Смотрите, если говорить по методам борьбы, то наша общественная организация... Давайте перейдем. В вашу организацию, в вашу организацию, вошли те, кого преследовал режим Плохотнюка. И главной идеей стала реабилитация пострадавших с тем, чтобы были закрыты уголовные дела и сняты обвинения. Идея появления этой организации появилась в тюремном подвале, когда я сидел в 121-й камере, а Георгий Петтик в 120-й камере. Потом нас там раскидали. Ну, раскидали в смысле, перевели в разные камеры. И я потом познакомился еще с Валентином Мишану. И когда все-таки в стране появилась возможность на какие-либо перемены, бежал Плохотнюк, мы стали реализовывать эту идею. То есть объединение людей, которые по политическим мотивам находились в тюрьме или против которых возбуждались дела. Однако, кроме политической мотивации, есть очень много людей, которые пострадали от несправедливости нашей юстиции, от заказного характера нашей юстиции. Это заказные дела. Они могут носить экономический характер или какой-либо еще. И поэтому наша организация, она стала, скажем так, увеличиваться. Поэтому в эти списки с так называемыми политическими делами, там, ну, не все политические дела. И, безусловно, большая часть политические. Но есть там дела не экономического характера. По попытке рейдерских атак на предприятия, по попытке отъема бизнеса и так далее у разных людей. В 19-м году вы передали сначала список из 38 дел господину, генеральному прокурору. Потом еще из 25. В декабре прошлого года список еще из 25. Ну, на самом деле, дел, которые несправедливы, в которых несправедливо поступили с людьми, которые были сфабрикованы, их гораздо больше, безусловно. А вы по какому принципу отбирали дела? То есть, вот в этот шорт лист, что вошло? Ну, смотрите, есть критерии, что касается политических дел. Они есть на сайте Совета Европы, которыми мы руководствовались. Эти критерии были приняты еще в Парламентской Ассамблее Совета Европы около 20 лет тому назад. Когда этот феномен был и в ряде других стран Юго-Восточной Европы. И одним из главных критериев этого отбора, скажем так, этих дел, это должно быть невиновность людей. Самые главные критерии. Потому что бывают случаи, когда человек имеет, скажем так, элементы преступления, но его привлекают все-таки тоже по политической мотивации. То есть, если бы он не говорил много, то его могли бы и не заметить. Такое тоже бывает, но гораздо реже. Самые главные критерии, это, безусловно, что люди должны быть невиновны. Дело против них должно быть, безусловно, сфабриковано. Какие из этих дел вы считаете самыми острыми, скажем так, и которые требуют немедленного вмешательства? Вот немедленного вмешательства, безусловно, сегодня должно быть, хотя вмешиваться в отправление правосудия нельзя по закону, да? Но и общество, и органы юстиции, и новая власть, почему нет, должны сегодня думать о тех делах, по которым люди сегодня еще находятся в тюрьме, либо вынуждены находиться за пределами страны. И, к сожалению, ряд таких дел есть. Например, это дело Анны Урсаки, нашего адвоката, оно до сих пор не закрыто. Хотя и меру пресечения отменили, но, тем не менее, дело до сих пор не закрыто. Это дело, вообще, вот это такой триггер для меня о том, который показывает уровень влияния плохотнюка до сих пор на органы юстиции, это дело Валерия Заболотного и его соратников. Расскажите. Это известное дело, по которому якобы Валерий Заболотный, председатель фонда спортсменов-ветеранов, который проводил ряд мероприятий, который защищал бассейн, спортивный комплекс «Юность», который защищал трудовые резервы на Ботанике от того, чтобы там тренировался ЦУЦУ, вот этот беспредельщик плохотнюка и Дамира, и потом уже Бот на ребарсетке, да? Его обвинили в 1917 году якобы в покушении на жизнь олигарха плохотнюка. Многие уже забыли, потому что уже прошло больше четырех лет. Это тот случай, когда они в песочнице чертили. А вот, кстати, это не они чертили. Это вообще люди, которые являются агентами украинских спецслужб, которые реализовали вот этот театр, потому что в этом деле участвовал Порошенко. У вас есть доказательства, господин Григорьевич? Безусловно, есть доказательства. И, кстати, на вашем канале в том числе выступали адвокаты Валерия Заболотного. И мы в ближайшее время сделаем в интернете передачу по этому поводу. Это вообще не те люди. То есть люди, которые рисовали там в песочнице на фоне женщины, которая выбивает ковер, и якобы строили план убийства олигарха плохотнюка. Это были украинские агенты, которые были сюда привезены, которые спровоцировали вот эту ситуацию и уехали. Они даже не задержаны сегодня. А задержан Заболотный и несколько его садовников, которые вообще не имеют к этому отношения. Если это так, что украинские спецслужбы у нас что-то сильно хозяйничают. Это была совместная операция. Порошенко тогда был президентом. А он, известно, что он очень хороший бизнес-партнер и друг плохотнюка, еще и по нашему детскому миру торговому центру, Джемини. Где тоже, кстати, отъем этого торгового центра сопровождался и кровью, и так далее. И есть уже соответствующее решение Европейского суда о том, что это незаконно изъяли у собственников. И даже по этому делу, если мне память не изменяет, сократили бюджет судебной системы, чтобы вернуть из этих денег. Правильно, потому что государство Молдова сегодня должно огромные деньги собственникам этого здания, потому что у них незаконно отобрали. Отобрали плохотнюк с Порошенко, и мы должны сегодня оплачивать. И, кстати, вот эти все рейдерские атаки, которые до сих пор еще по ним не вынесено решение, если не будут вынесены справедливые приговоры, то рано или поздно в ЕСПЧ, международные инстанции нас все равно обяжут компенсировать потери собственников. И мы будем продолжать годами выносить десятки миллионов лей, и даже сотни миллионов лей оплачивать за вот эти преступления, которые совершили заказные судьи и прокуроры. Но здесь речь идет о собственности. А в деле Заболотного сидят люди уже пятый год, которые вообще ни в чем не виновны. Есть ли какие-то продвижки? Просто избрали для того, чтобы виктимизировать плохотнюка, представить его такой жертвой, что он якобы... Есть силы, которые пытаются его уничтожить и так далее. И мы тогда смеялись, когда видели это видео с вот этими агентами, которые рисовали в песке, а люди пятый год сидят в тюрьме, и здесь уже не до шуток. Прокуратура по этим делам по 38 и по 25 пошла к вам навстречу? Есть ли какие-то движения вперед? Смотрите, вот здесь очень интересная ситуация. По большей части дел лично генеральный прокурор пошел навстречу. И ряд прокуроров, которые хотят соответствовать имиджу, который сегодня строят прокуратуры, пытаются строить прокуратуры Александра Стойногла. Это имидж такого человеческого лица прокуратуры. Прокуратура, в которой не преследуют бизнесменов, предпринимателей. Прокуратура, в которой не преследуют заинакомыслия. И вот, кстати, последние выборы, Стойногла говорил в своем интервью, последние выборы, которые у нас прошли, они были характерны тем, что не было каких-либо попыток использовать прокуратуру против того или иного политического конкурента. Это замечательно. Это действительно замечательно. Но есть, к сожалению, тенденции, которые остались от прежней прокуратуры. Которые, вот эти метастазы, которые пустил и Киторага, и это бывший глава прокуратуры Пичикокс, и Виарел Мораль, бывший глава прокуратуры антикоррупции, и метастазы Харунжина и так далее. Вот это вот Плохотнюковская юстиция, которые всячески тормозят пересмотр этих дел. Либо даже когда уже подходят для вынесения решения по этим делам, они пытаются вынести, они не хотят отзывать обвинения, они пытаются предложить какую-то формулу, при которой, да, люди уже не будут находиться в тюрьме, но все-таки они будут признаны заочно виновными. Либо закрыть дело за давностью лет. Чтобы это назад не прилетело. И что бы это ни прилетело назад тем, кто исполнял команды Плохотнюка, Дамира, Барсетки, вот этих барыг, да, и преследовали незаконно инакомыслящих или там неугонных предпринимателей. Относительно того, по какому. И вот это, кстати, вот об этом, к сожалению, почему-то не говорят, а это очень важно, потому что сегодня Стояногло, у него часть политиков выступает против него, на мой взгляд, совершенно несправедливо. И причем эти выступления инспирированы все теми же марарями, плохотнюками. То есть вот эта вот мафия плохотнюка Шора, она продолжает действовать. И, к сожалению, очень эффективно. И при этом у него еще внутри системы, внутри прокуратуры, его же подчиненные ему не подчиняются, к сожалению. И органы суда очень часто вставляют палки в колеса. И почему вот я приходил на суды с Дамиром, с этими, с кульками, с чаем, там, не знаю, с чем угодно, звал прессу и так далее. Именно для того, чтобы под шумок судьи не освободили этого преступника. Безусловно, преступника, он финн-олигарха плохотнюка, он несет прямую ответственность за многие преступления, которые были совершены в период правления его наноша, посаженного отца. Отец его был посажен, и, надеюсь, и Дамир был посажен. Но, чтобы это произошло, к сожалению, у нас такая юстиция. Мы не живем в Бельгии или в Германии, где просто ты можешь находиться у себя дома, следить за процессом по публикациям прессы, каково решение вынес тот или иной суд. У нас суд принимает кульки. И может осудить не виновного человека, а вот как Заболотного и его коллег, и как ряд других людей, которых осудили незаконно и несправедливо, многие из которых, в том числе, вынуждены были бежать из страны, как, допустим, Корнейли Савка, как Григорий Петренко, там, мой товарищ и так далее. А некоторые до сих пор сидят в тюрьме. А при этом также могут освободить виновных, совершенно очевидно, виновных людей. Вот Стояногла требовал снятия иммунитета с Жардана и Уланова, депутатов Шора. Сняли с них иммунитет. Их на следующий же день суд Чекан, Геннадий Павлюк, который финн, кум или кто он там, Ариана Лупу, он их освободил, и все нормально. И таких примеров можно проводить очень-очень долго, к сожалению. Господин Григорьчук, вы знаете, как вы затронули, вы много говорите о деятельности прокуратуры и генерального прокурора в частности, что вас в обществе уже называют своего рода общественным адвокатом, господина Стояногла. Ну, пусть называют, слушайте. Здесь есть такая история, что вы же понимаете, что это немножко странно выглядит, учитывая то, что, к слову, среди вот этих 38 дел, которые вы дали в прокуратуру, в том числе есть и ваше дело относительно... Слушайте, у меня... Заинтересованное лицо вы вступаете, это вызывает. Ну, окей, да, хорошо, заинтересованное, да. У меня на самом деле есть претензии, в том числе к прокуратуре, потому что именно из-за того, что пересмотр этих дел тормозится, это у меня есть эти претензии к системе, и к органам прокуратуры, и к судебной системе, и к тому, что полиция сегодня продолжает, так же, как и при Кавкалюке, преследовать инакомыслящих, имея в виду прослушивать их, вести наблюдения и так далее. Только раньше это делал Кавкалюк, а теперь делает его финн Чубачук, Максим. Ну, неважно. У меня есть эти претензии, но у меня нет претензий к господину Стайногла по одной простой причине, что это он как раз тот человек, который остановил беспредел, который остановил беспредельные аресты, которые раньше у нас были. У нас раньше Кишиневское СИЗО просто было переполнено людьми. Там люди уже в камерах вынуждены были по очереди спать, потому что тюремных нар на всех не хватало. Настолько вот у нас были аресты, просто по любому поводу суд всегда соглашался с арестом, с мандатом на арест, который приносил прокурор. Ну, в исключительных случаях, конечно, если заносили конверт судье или прокурору, то могли и не согласиться. Такое бывало. А сейчас этого нет. Сейчас нет, остановились наконец-таки атаки на бизнес. Они, если и есть, то они инспирированы либо через другие органы, не подконтрольные Стайногла. Вот я, насколько знаю, мне один из прокуроров рассказывал, как сегодня действует система, что прокурор просто так не может возбудить дело по 190-й статье. 190-й уголовного кодекса – это о мошенничестве. Это статья, которую просто можно было вменить любому предпринимателю, просто потому что предпринимательство предполагает, что кто-то кому-то передает деньги на основе контрактов и так далее. И чаще всего, даже если происходят какие-то нарушения взаимоотношений, вот этих, то это касается гражданского права. То есть пусть люди обращаются в суд, и судья определяет, кто кому должен денег и так далее. У нас было злоупотребление этой статьей для того, чтобы выкачивать деньги из предпринимателей. И отсюда у нас и появились озера у Николая Китураги, квартиры элитные, ветряки, записанные на маму у Виорела Мараря. Виорелу дали с работы – это цитата его мамы, у которой я спросил, откуда у вас появилась эта недвижимость элитная. Она говорит, ну, Виорелу дали с работы, хотя это записано на ее имя. Вот. И сегодня это пресечено. Потому что, чтобы возбудить дело по 190-й статье, я просто отвлекся, нужно написать специальный рапорт к руководству прокуратуры. То есть идет дополнительный тест, дополнительная проверка, который уже не так легко пройти. Эти механизмы, они помогают более-менее, чтобы в прокуратуре было сегодня меньше беспредела. Но, к сожалению, беспредел есть. И чаще всего это касается того, что в наследство, то, что досталось с Тайногла, вот эти заказные дела и так далее, вмешивается Виорел Мораль, вмешиваются другие коррумпированные прокуроры. Тот же Харун же, я знаю, вмешивается. Так называемое, с вами, называемое спящее захваченное государство. Да, совершенно верно. Которое, можно назвать его спрутом, глубинным государством, как еще говорят. Которое никуда не делось. Которое никуда не делось. Потому что вот эти все прокуроры Плохотнюка, большая их часть, судьи Плохотнюка, таможенники, налоговики, полицейские Плохотнюка, большая их часть, она осталась. И они, к сожалению, сегодня, для себя, к сожалению, находятся в анабиозе таком. И они понимают, что они сегодня не могут творить тот беспредел, который был ранее. Потому что вот есть тайногла, потому что есть настроения в обществе, и в том числе проецированные на власть, на результаты выборов, на мой взгляд. Но никто не может дать гарантии, что вот это спящее государство в один день вдруг, спящее захваченное государство в один день вдруг не проснется. Ну вот вы после падения режима Плохотнюка, вы, собственно, начали с этим спящим государством бороться, уже непосредством не физической силы, но расследований. Расследований, да, замечательно. Одним из первых ваших видео вы затронули довольно сложную, я бы даже сказал, смелую тему. Это контрабанда наркотиков и случай, который произошел в 2008 году, если мне память не изменяет. Случай с задержанием 200 килограмм героина на территории нашей республики. Вы же понимаете, что за... И, кстати, недавно был также задержан груз, тоже из Турции шел, и турки там были причастны к этому. Но уже было чуть больше, 232 килограмма героина. Это очень интересная тема. Вы же понимаете, что за этим стояли, и, возможно, стоят до сих пор большие люди, большие деньги, большие интересы. Безусловно. И, знаете, вот оба... И был еще, кстати, в 2018 году тоже захвачен органами, порохнительными органами, тоже большой груз. Было арестовано несколько, опять-таки, граждан Турции. И даже им был вынесен срок. И потом один из них при непонятных обстоятельствах скончался в тюрьме, как недавно я выяснил. И это очень интересно. Но, знаете, в чем разница между последними двумя задержаниями крупных партий героина и случаем, который произошел в 2008 году? Разница в том, что те, кто задержали в 2008 году груз, кто осуществил, кто пресек контрабанду наркотиков, кто, получается, помог нашему обществу или обществу наших партнеров, куда, скорее всего, должен был уйти этот груз, избежать многих смертей, многих трагических последствий, которые несут тяжелые наркотики. И интересно, что именно сейчас удалось задержать этот груз именно потому, что, насколько я знаю, по моим источникам, что произошли вот эти перемены к лучшему в органах прокуратуры и в некоторых других органах, которые были задействованы. И там действительно люди геройские, там, сутками просто следили там за этими преступниками, наркоторговцами и так далее. Вот видите, когда ситуация чуть поменялась, поменялся результат. Но несправедливость в отношении с 2008 года, а именно сейчас речь идет о Корнелии Савке, о полицейском, который тогда задержал этот груз и которого вообще должны были наградить, она до сих пор сохраняется. Вот это один из тех людей, который сегодня вынужден находиться за пределами страны, потому что наша юстиция его изгнала, заказная юстиция. Хотя он был неоднократно, он несколько раз был оправдан по этому делу, но ввиду того, что он помогал пресечь рейдерскую атаку на одном из предприятий, находящихся у нас в столице, которые осуществляли вот эти барыги Плохотнюка, близкие к Домиру, к высокопоставленным судям и так далее, его наказали. Его наказали и в третий раз пересмотрели это дело и осудили, он вынужден был бежать из страны. Дело закрыто или до сих пор находится? Дело сейчас находится в очередной раз на пересмотре, суд Буикан пересматривает это дело, судья Бешляга, если не ошибаюсь, мы также следим, если мне не изменят память, мы также следим в том числе и за этим процессом, будем следить и за другими процессами. И таких дел, кстати, очень много. Очень много есть людей, которые пострадали, которые пытались, наоборот, сделать наше общество лучше, но их за это просто калашматили юстицией, этой дубинкой в наказание. Это дело Валерия Куку, который пресек вместе со своими коллегами, пресек контрабанду вещей на складе, который принадлежал Домиру, который охранял Аргус. И они это сделали в присутствии журналистов еще в 2015 или 2016 году. Ну и его за это просто треснули, осудили, годы жизни он потерял в тюрьме. В прошлом году его освободили, оправдали, но кто ему вернет потерянные годы? И таких случаев можно приводить еще очень много, когда люди за свою активную деятельность, профессиональную деятельность или гражданскую деятельность, для того, чтобы помешать барыгам, помешать мафии совершить свое преступление, в итоге они страдали, их кидали в тюрьмы, они теряли годы жизни, они теряли здоровье. А люди, которые это все совершали, до сих пор остаются в системе, до сих пор остаются безнаказанными. Вот эта тотальная несправедливость, которая царит в нашем обществе, ее, безусловно, нужно менять. И поэтому есть запрос на справедливость в нашей стране. И я надеюсь, что нынешние власти все-таки это поймут. Хотя в последнее время возникают какие-то нотки, которые мне не очень нравятся. Надежда умирает последней в данной ситуации. Хочется, чтобы она вообще не умерла. Это точно. И реализовалась. Реализовалась, конечно. Вы упомянули господина Мараря Виорела. Вы сделали расследование о его имуществе, которое записано, как вы сказали, на всех его родственников. И в конце расследования вы сказали, что передадите все наработанные документы в соответствующие органы. Вам пришло. Куда вы, во-первых, передали их? И что вам ответили? Мы еще, к сожалению, не передали. Там были технические моменты. Мои коллеги-юристы помогали мне составить грамотное заявление. Потому что одно дело, скажем, журналистское, публицистическое расследование. И другое дело документ, который должен быть корректно оформлен для того, чтобы были последствия для этого персонажа Виорела Мараря. И поэтому мы еще не подали эти документы. Мы эти документы подадим в ближайшее время. Может быть, даже в конце этой недели или в начале следующей. Это будет сделано публично. Документы будут поданы в органы прокуратуры. Документы будут... И, кстати, вот здесь в отношении расследования имущества Мараря, которое явно было добыто коррупционным путем. Потому что его родственники никак не могли заработать миллионы евро. Он мог. И мы знаем, что он это и делал. Превратив прокуратуру антикоррупции просто в террористическую организацию по выбиванию денег из бизнеса. Но расследуя их недвижимое имущество, мы обнаружили, что прокурор, который возбудил дело против Мараря по незаконному обогащению, ряд объектов недвижимости, записанных на его родственников, наложило арест через суд. Секвестр и так далее. Что правильно, да? Но около 40 земельных участков почему-то не был наложен секвестр. И в прошлом году эти участки были записаны на брата Вере Ламараря. Который тоже ни одного дня нигде толком не работал. Он был записан. На него просто записывали фирмы, что он якобы администратор и так далее. И он эти земельные участки взял и продал другим людям. Я не знаю, может быть они добросовестные покупатели и к ним нет никаких вопросов. Но, тем не менее, имущество, которое должно было в случае доказательства вины этих людей, должно быть конфисковано и передано в пользу общества, оно уже было продано. Уже ушло. Уже ушло. Поэтому, и это еще один факт, доказывающий, что не все прокуроры, к сожалению, добросовестно относятся к выполнению своих обязанностей. Так вот, мы подадим документы в органы прокуратуры, мы подадим документы в агентство по неподкупности. Потому что совершенно очевиден конфликт появления доходов и наличия имущества, которым они располагают. Мы подадим, естественно, также эти документы в администрацию президента и другие контролирующие органы, безусловно, также подадим. С надеждой на то, что и так же мы будем делать не только в отношении Виала Мораля, а просто наши силы, они не безграничны. Мы взялись за него, мы будем браться и за других. И вообще, кстати, Мораль должен был появиться в расследовании, где должен был фигурировать еще один прокурор. Пусть пока это будет интрига. Сохраним. Кто будет этот прокурор, да? Сегодня, говоря о других, сегодня буквально утром. Я извиняюсь, просто хочу добавить, вот мы сегодня говорили про Сингапур, но столь скорое появление имущества, во-первых, у Мораля очень много имущества, его сложно было положить вместе с другим прокурором, чтобы это все показать. Это тогда было бы расследование просто на несколько часов. Во-вторых, он нас мотивировал тем, что он вышел на одну из телепередач и начал цитировать Ли Куан Ю о том, что у Ли Куан Ю было два пути, сделать богатыми своих родственников или сделать богатыми свой народ, но он выбрал путь сделать богатыми свой народ, а не своих родственников. И вот он цитировал Ли Куан Ю, и я смотрел, я просто ужасался. Или как он говорил, что он, ему же анализ задал вопрос, вот вы нигде сейчас не работаете после отставки, на что вы живете? Ну, нормальный же вопрос, да? И он говорил, что ну мне там яйца, молоко привозят из села, мясо брат привозит там, и дочь в Румынии получает. И мы вот таким образом выживаем, а сам при этом ездит на последней модели автомобиля Шкода Суперб, купленной в прошлом году, и так далее. Ну, просто, ну, знаете... Видимо, неплохие в Румынии пособия, господин Горщук. Просто люди настолько от безнаказанности оторвались от земли, ведь он же мог, чтобы соблюсти хоть какую-то, хоть хотя бы видимую, не знаю, какую-то порядочность, мог бы записать себя юристом в какой-то, ну, из своих многочисленных фирм, которые там записаны на маму, на папу, на брата. Да, чтобы хотя бы не говорить того, что он сказал в эфире. Ну, а это просто... Яйца, молоко, мясо из села... Это говорит о том, что человек настолько оторван, он настолько оторван просто от чувства безнаказанности, от того, что он много лет был таким хозяином жизни, что он может уже просто нести наглую, какой-то бред, надеясь на то, что мы идиоты. Понимаете? Ну, мы же не идиоты, мы же понимаем, что это просто... Старые привычки очень тяжело уходят, видимо. Поэтому это нас возмутило и ускорило публикацию этого рассказа. Говоря о других персонажах, личностях и деятелях, заметных прошлых лет, сегодня утром вышел материал по Дарину Дамиру, который был арестован на 30 суток. Вы на него давненько тащили зуб, потому что именно Дарин Дамир был одним из руководителей разгона ваших протестов в 2015 году. В нем принимали участие, в разгоне имеется в виду, принимали участие сотрудники частной охранной организации, а также спортсмены, которыми, как говорят, руководить Дарин Дамир. Тогда, в том разгоне, досталось в том числе и сотрудникам полиции, которые охраняли ваш протест. Да. Почему молчала полиция и тогдашний министр МВД? Ну, смотрите... По-моему, Жиздан тогда был. Да, тогда, конечно, уже был Жиздан, министр внутренних дел. А Жиздан – это сокурсник Дарина Дамир. Они вместе учились там на одном курсе. Ну, они много лет знакомы. Они друзья по жизни и так далее. Они есть на многих видео в личной жизни, которые есть в общем доступе в интернете. Дарин Дамир – это человек, который не всегда был в такой публичной сфере. В основном он публично появлялся на вот этих околоспортивных мероприятиях, на своих коммерческих боях. А в политике, как таковой, он не участвовал. Он не был депутатом, как, допустим, его прямой конкурент в этом мафиозном спроте – Константин Ботнер по прозвищу Барсетко. Или многие другие. Ну, они были соперниками в мафиозном вот этом спроте. Соперниками. То есть, они друг с другом конфликтовали за внимание Плохотнюк. А кто был главным руководителем? Ну, главным был, безусловно, Плохотнюк. То есть, у него это было разделяя и властвующие? Возможно, да. Возможно, он использовал специально вот эти моменты, чтобы быть таким над схваткой и руководить лучше, эффективнее своим спортом. Это одна из технологий управления коллективом. Я не знаю. Но суть в том, что Дамир был инициатором уголовного преследования ряда активистов, ряда журналистов. Он был инициатором того, чтобы возбуждались дела и прослушивались, и было наружное наблюдение за какими-то политиками, журналистами, которые выражали недовольство или иную точку зрения, оппозиционную точку зрения на тот момент. Это то, за что сегодня его арестовала прокуратура или это какие-то дополнительные сведения, которые вы располагаете и можете доказать отдельно? Ну, я не знаю. Я, честно, не буду говорить, что я там знаю. Я не могу сказать. Давайте дождемся, когда материалы дела будут переданы в суд, и суд будет проходить лично, и мы будем узнать. Да, я убежден, что мы узнаем. Сейчас мяч как бы на их стороне. Я просто хотел сделать такой портрет, вот как мы в начале передачи делали мой портрет, сделать портрет Дамира. Потому что этот человек, он ранее привлекался в том числе за убийство, когда и он фуртунный пропал, тело его до сих пор не нашли, с крупной суммой денег. Это владелец предприятия Каталан еще в начале нулевых. Дамира привлекали по этому поводу, его там судили по этому поводу. Ну, в итоге он себя оправдал. Он оправдывал вот этих убийц, цуциков, этих спортсменов, которые убили... На которых вы говорили вначале. О которых мы вначале говорили, да. Убийство в Атвии, резонансное, да, в Сороках. Потому что это уже не какая-то пощечина, извините, или там какой-то поджопник. Это конкретно убийство группой лиц, людей, которые даже и к политике не имели никакого отношения. Да, вот в Сороках убили человека за то, что он посветил фонариком. Ну, вернее, его приятель, которого побили, он посветил фонариком. А второму не повезло, побои привели к тому, что он умер в больнице. Это привело к тому, что вот эти беспредельщики, которых очень много в нашей стране теперь, от безнаказанности, от того, что телефонная юстиция царит, да. Они уже дошли вот до такого рода преступлений. Они, кстати, блокировали эти же спортсмены, блокировали здания, когда была узурпация власти в июне 2019 года. Аргус – это вообще частная военная, просто частная армия такая, да. Частная организация Плохотнюка, которой руководил Дамир, его брат Георгий Дамир, который сегодня управляет спецназом пантеров, спецназ в Министерстве юстиции. До сих пор управляет. Вот Плохотнюка нет, он до сих пор находится. – Официально находится на этой доме? – Официально один из начальников пантеры, да. И пантера – это тот отряд, который, к сожалению, избивал многих заключенных в подвалах, когда Пынтия был такой мясник, начальник тюрьмы Пынтия, и он создавал такие… – Корнелю, да, по-моему? – Андрей Пынтия, нет, не Андрей, я уже забыл, как его… Пынтия его, Пынтия звали, его фамилия. Вот, и который бежал из страны еще два года назад. Вот, и вот этот колоссальный беспредел, который царил юстиции, ему потворствовал Дамир. Он был, безусловно, не единственный виновник этих преступлений, потому что, допустим, его соперник Ботнер с Никифорчуком, они потворствовали вот этому массовой покупке примаров, советников, депутатов и так далее, в том числе и шантажа уголовными делами. А этот больше был занят тем, что преследовал неугодных. – Господин Григорьчук. – Привозил вот этого Чауса, которого непонятно вывезли из Молдовы, что там сделали. – Да, эта информация была. – Он незаконно был сюда, был ввезен именно при участии Дамира. И, видимо, вот по этому делу, по которому сейчас расследуют, что он был агентом под прикрытием. Хотя, как преступник вообще может быть офицером под прикрытием? – Знаете, как… – Это возможно, вот знаете, только при прохождении можно было. – В этой студии мы говорили в субботу с Константином Старышем. И он сказал, что, ну, уже, знаете, уже ничего невозможного в нашей стране быть не может. – Да, то есть пробивание дна в нашей… – Поэтому как могло и так далее, это уже вопрос, к сожалению, да, риторически. – Так вот, после ареста Дамира и прочей верхушки, где гарантия, что вот этот спрут, вот это спящее захваченное государство уйдет или уйдет, имеется в виду, в отставку с должности, начнет работать во благо, а не найдет себе нового хозяина или, не дай бог, не захочет занять место предыдущего? – Единственной гарантией может быть неотвратимость наказания. – Если Дамир не окажется очередной вот этой рыбой, которую поймали, сфотографировали и освободили, да, то если его действительно изолируют от общества, пусть он сидит, он сейчас сидит там в ВИП-камере, с бойлерами, с хорошими условиями, с отдельной кухней, душем там и так далее, с кондиционером. Пусть хорошо, нас держали, к сожалению, в гораздо более худших условиях. Ну, пусть он сидит в таких хороших условиях, ну пусть он сидит, потому что наша задача – изолировать таких преступников от общества, чтобы это было неповадно для других. Неотвратимость наказания и отсутствие безнаказанности, поверьте, оно изменит отношение очень многих людей в нашей стране. Очень многие уже сейчас фигуранты группировки Дамир, они бежали из страны, когда его поймали, да, когда его арестовали, потому что они до сих пор в шоке находятся, как суд, которым он руководил, как прокуроры, какие такие прокуроры нашлись, которые его, значит, взяли на себя мужество, которые не боятся мафии, потому что, ну, это действительно нужно взять на себя определенное мужество, чтобы выйти бороться против таких людей, гангстеров, да, по своей сути. И я, безусловно, это приветствую, хочется, чтобы таких случаев, таких дел было побольше, но очень многое зависит и от нас. Я почему, еще раз повторю, почему ходил на эти суды, чтобы привлечь максимальное влияние общества, пролить свет на это дело, чтобы его, не дай бог, не отпустили, не освободили. Знаете, Пашинян в свое время призвал второй этап революции, да, когда… — Пашинян, премьер Машиняр Армении, да, лидер революции. — Потому что суды начали отпускать их местных барыг. К Пашиняну можно по-разному относиться, есть наверняка какие-то ошибки, которые он делал и так далее. Я сейчас говорю просто пример, да. Значит, он призвал людей выйти к судам, чтобы они стояли вокруг судов, чтобы не позволить, чтобы воров отпустили в очередной раз, там, за кулёк, или, не знаю, что там, в Армении передавали этим судам. — Я думаю, что технологии везде одинаковые. — Да, технология коррупции, безусловно, примерно одна и та же, да. И это способствовало тому, чтобы суд выносил справедливое решение. — У нас… — К сожалению, у нас такая же ситуация. Мы не можем, как в Германии, надеяться на правосудие, просто оставаясь дома. — Я призываю вас, господин Григорьевич, не идеализировать какую-либо страну, в том числе и Сингапур. — Везде есть какие-то свои проблемы, но такие проблемы, какие есть в Молдове, это просто они поражают воображение всех участников других стран. — Что касается общественного резонанса, вы очень хорошо подметили, на самом деле у нас очень часто бывает так, что чем больше резонанс, тем больше вероятность того, что дело будет доведено до конца, как это получилось уже два года назад, да, авария вот эта на Штефан-Челмаре, когда гонялись ночью, и в такси врезалась машина, и умер водитель и пассажир, и тогда все вот буквально так было очень зыбко и балансировало на грани. — Да, потому что в этих гонках обычно золотая молодежь участвует, родители которых могут помочь им избежать ответственности. — И тогда именно огласка, которая была предана в социальных сетях в СМИ, помогла довести дело до конца. — Поэтому вот здесь наступает роль политиков, лидеров общественного мнения, депутатов, чтобы они также привлекали, сами почему-то приходили на суды, демонстрировали свою заинтересованность в справедливом исходе этих дел. И это правильно. И таким образом тогда и прокуроры почувствуют... — Тяжелый взор. — Кто-то почувствует тяжелый взор, а кто-то почувствует свободу, потому что не все же прокуроры до сих пор подчиняются Марарю и Китураге, хотя многие из них, к сожалению, подчиняются. Есть и нормальные прокуроры. Вот, допустим, прокуроры по этому делу, которые арестовали до мира, я уверен, что это нормальные прокуроры, которые не боялись взять на себя мужество пойти против мафии. Это стоит, на мой взгляд, похвалы даже государственных наград. У нас в нашей стране награды раздаются налево и направо разным комовьям, финам и так далее. А здесь и офицеры СИБА, и прокуроры, я считаю, достойны награды. И, конечно же, когда они будут чувствовать поддержку общества, поддержку политического класса, то и органы юстиции будут по-другому действовать. Перестанут бояться этих всех домеров, всех этих барыг. Будут более справедливо и законно выносить решения. — Господин Григорьевич, это же прекрасно, мы этого же и добиваемся. — Это точно. Ваша организация борется за реабилитацию тех, кто был осужден незаконно. Планируете ли вы заниматься резонансными делами, виновные по которым до сих пор не были найдены и не привлечены к ответственности? Я здесь говорю в том числе и в частности про кражу миллиарда, о которой вы говорили еще в 2015 году. Это был одним из ваших лозунгов, с которыми мы протестовали. — Когда мы протестовали, из-за чего и сели. — Не кажется ли вам, что сегодня кто-то пытается замести следы кражи миллиардов? — Вот это, кстати, очень хороший вопрос. И вообще, то, что сегодня происходит, в том числе, что касается вокруг генерального прокурора Стоиногла, в том числе, то, что происходит вот эта кампания такая оголтела и атаки на Стоиногла и на его коллег, на некоторых его коллег, показывает, что, во-первых, выступают силы Плохотнюка и Шора, вот эти недобитки, которые сейчас мобилизовались, они сейчас все объединились. Даже те, которые раньше были там какими-то соперниками внутри вот этой преступной организации, они теперь понимают, что они теперь соратники. Так, все, соценим, держимся, держимся дальше. Нужно продержаться. И главная их задача, первая их задача сейчас, это снести Стоиногла. Другая, ну, у них наверняка будут и другие потом цели и задачи, чтобы там, не знаю, развалить, допустим, парламентское большинство или используя, не знаю, каким-то образом внедрить своих элементов в руководство органов юстиции и так или иначе избегать уголовной ответственности. Потому что сегодня, во-первых, в общественном пространстве практически нет критики Плохотнюка и Шора. Есть критика Платона. Да, человек с такой неоднозначной репутацией, но, извините, но Плохотнюк и Шор – это люди, которые украли, совершенно очевидно, украли миллиард, которые изнасиловали нашу страну, которые отобрали, захватили просто институты власти, подчиняя их своим личным интересам. И они до сих пор нежатся там где-то на пляжах Турции, на Средиземноморском побережье. И все у них хорошо. И до сих пор бизнесы у них есть, действуют здесь. Генеральный прокурор назвал Влада Плохотнюка главным бенефициаром кражи миллиарда. Считаете ли вы, что будет определен весь круг ответственных лиц? То есть, понятно, мы имеем в виду… Мы очень, знаете, как это у нас уже своего рода постоянная рубрика программы «Истина» – кражи миллиарда. И мы обсуждаем ее практически со всеми нашими гостями, потому что считаем, что это крайне важно. Это такой знаковый был момент, который до сих пор, во-первых, тянется, во-вторых, до сих пор влияет на то, что происходит в нашей стране. Безусловно, влияет, потому что деньги от украденного миллиарда до сих пор используются и на пропаганду, и на троллей, и на подкуп политиков, на подкуп журналистов, на создание сайтов, на что угодно. Куда он используется, это, как говорится, покажет следствие. Вот вопрос полного круга лиц, по вашему мнению, кто в него входит? Те, кто ответственны за кражу миллиарда? – Безусловно, это окружение Шора и окружение Плохотнюка. Это очевидно. Это показывали и исследования, аудиты, которые проводил КРОЛ, отчет которого специально то скрывали, то не скрывали и так далее. Это показывает и ряд уголовных дел, которые были проведены. И, кстати, здесь очень примечательно, как ряд дел до сих пор торпедируются, тормозятся, если не прокурорами. Если нам удалось найти прокуроров, которые честно выполняют свой труд и ведут то или иное, потому что в краже миллиарда есть много эпизодов, ведут какое-то дело, в котором участники, где есть наличие банковского мошенничества, невозгатные кредиты и так далее. Вот повезло нам с прокурорами, но не факт, что повезло с судьями. Если повезло с судьями, то, безусловно, там уже адвокаты что-то придумывают, чтобы поменять судей, чтобы затормозить процесс. Вот дело Политова и Конгаш по факту кражи 2,5 миллиардов леев из этого миллиарда долларов, который был украден, это дело до сих пор не передали в суд, только потому что адвокаты всячески протестовали, выдумали просто какую-то новую процедуру, новую практику, и судьи им потворствуют этому. Вы говорите о тех людях, которые, собственно, эти деньги получили и вывели из страны, в том числе Кролл. Кролл как раз говорит о том, куда эти деньги пошли, по каким банкам и так далее. Есть мнение, что ответственны в том числе и те, кто дали эти самые государственные гарантии на покрытие. Безусловно, конечно. Люди, которые правительство тогдашнее, премьер-министр, которые, тогда было несколько примеров, которые несут прямую ответственность, подписи которых стоят под этими правительственными гарантиями, депутаты, которые выходили с законодательными инициативами, которые помогли изменить банковскую систему, чтобы осуществить эту кражу. Здесь действительно большой круг людей, которым можно предъявить пособничество в этом преступлении. И очень хочется, чтобы... Ваша организация не планирует взяться за это дело? Знаете, есть уверенность, что если вы добьетесь успеха в определении всего круга лиц в краже миллиарда, то вы можете смело претендовать на статус национального героя, учитывая то, что в последнее время относительно этого дела подвижек немного? Я уверен, что подвижки есть. Проблема опять-таки в том, что всячески пытаются тормозить расследование. И тормозить даже уже расследование, предвинуя передачу рассмотрения уже этого дела в суде. Мы, безусловно, хотим... Мы рассматриваем... У нас есть ряд дел, которые входят в банковскую кражу, и за которыми мы пристально следим. Но вы поймите, что мы все-таки не бюро расследований. Мы не можем рассматривать все важные резонансные дела в нашей стране или все группировки охватить и так далее. То, что хватит у нас сил, то, что хватит у наших коллег, у наших сторонников, которые нам помогают. Это люди, которые в разных, в том числе, государственных организациях. И это патриоты своего дела. Это люди, которым действительно болит душа за будущее в нашей стране. Мы, конечно, что в наших силах будем осуществлять. И это, безусловно, важное дело. Потому что, если мы вернем миллиард долларов обратно в экономику нашей страны, да даже если мы половину этих денег вернем, это замечательно будет для экономики, для будущего. Для будущего наших детей, для стабилизации валюты, банковской системы, для возврата, может быть, каких-то инвесторов доверия и так далее. Это, безусловно, одно из главных расследований, которым нужно заниматься. Мы, в свою очередь, тоже готовы поспособствовать и поддержать ваши требования относительно выявления всего круга лиц. Спасибо. Я надеюсь, что также будут готовы к этому и новые власти. Потому что сейчас на них стоит задача изменить законодательство таким путем, чтобы и расследования проходили быстрее, чтобы суды работали лучше. Может быть, создать специальные суды, которые бы рассматривали вот эти резонансные дела. Чтобы всякие павлюки и прочие плохотнюковские судьи не вмешивались в этот процесс. Может быть, привлечь иностранных судей, обладающих доверием. Это дискутируемо, это обсуждаемо. Но вот этим нужно сегодня заниматься. И, безусловно, очищать систему юстиции, а не пропагандой такой оголтелой кампании против одного человека и вешать на генпрокурора сегодня все проблемы. То, что у нас, к сожалению, происходит. Господин Григорьчук, ваши материалы, ваши фильмы набирают довольно-таки высокую популярность в социальных сетях. Ну и нет-нет, заходишь в секцию комментариев, и очень часто там задают вопрос, а за счет чего существует ваша организация? Так вот, не могли бы вы немножко раскрыть скобки? Я позже поясню еще. Наша организация существует за счет средств, которые мы получаем от чаще всего людей, которые нам помогают. Это ряд предпринимателей, в том числе, которые пострадали. Это пожертвования. И, кстати, существует довольно-таки сложно, потому что нам денег всегда не хватает. Главная проблема денег, что их всегда не хватает. Да, их, к сожалению, не хватает. Не хватает там на аренду офиса, не хватает. Ну, мы... Это не самые большие деньги. Это разрешаемая проблема, но она существует. Я поясню еще, почему я в том числе заинтересовался этим вопросом. Потому что вы являетесь представителем гражданского общества. В народе есть, скажем так, своего рода пренебрежительный синоним этого понятия – НПОшник. Но есть еще грантоеды. Еще есть грантоеды. Так вот, в Молдове... Мы пока что не грантоеды. У нас пока грантов нет. Хотя мы будем бороться за это. Я считаю, что нет ничего плохого в том, что организация выигрывает какие-то гранты. И их деятельность ведет к положительной динамике. Были бы результаты. Так вот, в Молдове зарегистрировано более 14 тысяч различных НПО. Какие-то из них неактивны. А некоторые из них настолько... Их деятельность настолько близко подходит к ветвям власти и деятельности СМИ, что их уже, в принципе, можно смело называть пятой властью. Так вот, как представитель гражданского общества, то, что мы видим сегодня – это позитивный процесс? Или же нужно относиться к нему с опаской? Я к тому, что мы видим, допустим, я поясню, чтобы было понятно. Там большой резонанс вызвало включение представителей НПО в Высший совет безопасности при президенте, например. То есть, это люди, получившие доступ к государственной тайне. И некоторые смотрят на это с таким немножко опасением. И есть деятельность определенных НПО, которые влияют и на СМИ, и на государственные органы. Знаете, чтобы оценивать неправительственный сектор, вот эти неправительственные организации, здесь точно невозможно подходить ко всем одинаково. Невозможно все организации, общественные ассоциации называть одним словом. Или давать им одинаковую оценку. Потому что есть организации, которые занимаются экологией. Есть организации, как Валерий Заболотный, который, к сожалению, до сих пор находится в тюрьме по заказному, очевидно, делу, якобы о покушении на плохотника. Он возглавлял спортивные ассоциации помощи ветеранам и детям спортсменов. Давайте ближе к тем, которые влияют на политику. Я поясню, почему. Потому что многие из них получают гранты с Запада. Очень значительная их часть. И здесь в обществе появляется определенный дискурс из разряда, ну вы же знаете, кто платит, тот и заказывает музыку. И мы видим поддержку. Смотрите, все, что касается политики, мы возвращаемся к началу. То, что я говорил, что у нас, в молдавской политике, фактор денег, он очень важен. И пока мы будем сохранять важность этого фактора, у нас будут влиять, могут влиять какие-то иностранные силы через неправительственные организации. Не всегда, может быть, даже и хорошо влиять. Могут точно так же влиять. Будем говорить так, они влияют исходя из своих интересов. Подождите, понимаете, я не смотрю на ситуацию в стране с геополитических каких-то установок. Я стараюсь смотреть с разных сторон. Потому что точно так же можем говорить об организациях, которые финансируются какими-то, не знаю, контрабандистами, какими-то криминальными группировками. Это не менее важная ситуация. И мы видим, целые партии у нас создаются контрабандистами. Пачи, Жороков, Калюк – это одна из таких, на мой взгляд, политформирований. Это проблема из-за того, что у нас до сих пор фактор денег есть в политическом процессе. Нужно его устранять. Нужно сделать так, чтобы для участия в политике тебе не нужны были большие средства. И поверьте, тогда будут это с одной стороны, и с другой стороны нужно повышать рост доходов населения, чтобы мы не зависели от внешних партнеров, не зависели от каких-то, не знаю, сомнительных предпринимателей, может быть. Чтобы гражданское общество развивалось на средства обычных граждан среднего класса и так далее. Пока у нас этого нет, пока у нас большая часть населения еле-еле сводит концы с концами, там старики просто находятся за чертой бедности, то есть живут в нищете. Ну, естественно, есть какие-то активисты, которые хотят иметь какие-то амбиции, хотят иметь какие-то цели, хотят выражать, бороться за что-то. Они будут прибегать к тому, чтобы искать финансы. Это нормальный процесс. И к кому тогда обратиться, если не к внешним партнерам, допустим. Хотя фактор мягкой силы, он, конечно, тоже присутствует. Безусловно. Здесь, знаете, какая опасность, по моему мнению, это то, что создается иллюзия гражданской инициативы. То есть, вроде бы как гражданское общество, но за гражданским обществом стоит инвестор, который тянет за ниточки. Знаете, в стране, если бы у людей формируется определенное мнение. Если бы у нас не было такой большой коррупции, если бы у нас люди, многие наши люди от нищеты не продавали свой голос на выборах за пакет гречки, если бы у нас не было столь массового явления, что люди ложатся спать в понедельник вечером и не знают, будет ли у них еда в среду утром, и будут ли у них деньги, чтобы покормить своих детей. Если бы у нас было нормальное общество с нормальным уровнем благосостояния, то поверьте, что просто на взносы обычных граждан и пожертвования обычного граждан, гражданского общества бы справлялось без никакой внешней поддержки или поддержки какого-то крупного бизнеса, который будет либировать через гражданские организации, общественные организации свои интересы и так далее. Мы должны к этому стремиться. Пока мы к этому не придем, у нас всегда будет вот эта ситуация, к сожалению. Будем иметь то, что имеем. А, кстати, почему вы не рассматриваете ситуацию в стране с точки зрения геополитики? Потому что мы последние 30 лет рассматривали ситуацию либо с точки зрения геополитики, либо с точки зрения языковых вопросов, межэтнических каких-то моментов. Постоянно рассматривали эту ситуацию именно как конфликтную, что здесь сталкиваются разные цивилизации, разные миры, разные языковые группы, и почему-то должны здесь конфликтовать. И все это привело к тому, что по принципу «разделяй властвуй» очень хорошо нашей страной управляли люди, которых я называю барыгами, которые просто торговали нашей страной. Они действительно барыги, которые здесь контрабасили, украли у нас миллиард и так далее. А мы вот 30 лет... Кстати, в этом году, вот скоро, через месяц будет 30 лет, как была новая независимость. А мы сидим и думаем, так, за Россию мы или за Румынию, или за Европу, или за США. А при этом у нас большая часть сельских школ даже не оборудованы нормальными туалетами. У нас дети вообще в селах, уже сколько было случаев, тонули, собственно, в дерьме, потому что нет канализации в селах в 21 веке. А мы зато спорим, кто больше прав, русские или американцы. Я говорю, нет, это просто провинциальное мышление. Вопрос не в том, кто больше прав, вопрос именно о влиянии, которые оказывают эти силы. И как раз вот говоря о Плохотнике, тут... Вот знаете... Можно задать вам вопрос, а был ли он на самом деле независим? Кстати, Плохотнюк очень... И действовал исключительно по своей... Плохотнюк очень успешно реализовал геополитическую карту. Видите, он это учитывал. Он вначале, если помните, в 2010 году, это уже многие забыли, в 2010 году он, Демпартия, во главе с Марианом Лопу, подписала договор о сотрудничестве с Единой Россией. Приезжал на Рыжкин объединять коммунистов с демократами. Не получилось. Плохотнюк кинул тогда на Рыжки, на русских, кинул, воспользовался их медийным влиянием в Молдове на тот момент. Прошел в парламент и пошел на Запад. Сотрудничая с Западом. Западу он продавал, он убеждал их закрывать глаза на тот беспредел, который он здесь творит, потому что он якобы защищает здесь русские танки, которые вот-вот должны подъехать к Кишиневу. Поэтому не обращайте внимания, что я украл миллиард, потому что я борюсь с русскими танками. То есть вот это постоянное лавирование между использованием геополитических интересов разных геополитических центров, оно приводило к тому, что мы как народ проигрывали, становились беднее, а плохотнюки, вот эти барыги, они становились богаче за наш счет. И в итоге геополитические же силы его и... Кстати, да. Вы пинали прокуроров, а посол США выкнул... И, кстати, молодец, и молодец. И молодец тогда был и Козак, и посол США, и потому что именно летом 19-го года нам удалось на какое-то время вот остановить вот этот геополитический раздрай и, наоборот, использовать объединение вот этих всех сил для того, чтобы навести порядок в стране. К сожалению, эта песня длилась недолго, но плохотнюк бежал. Это, безусловно, было лучше, чем если бы он оставался в стране, и его режим до сих пор сохранялся. Мне кажется, что мы должны перестать мыслить вот этими геополитическими какими-то стратегиями. Пусть об этом рассуждают в Москве, в Вашингтоне, там, не знаю, в Бухаресте, может быть, если у них там есть свои какие-то тоже... У нас их проблем хватает. Сто процентов. Мы должны заняться своими внутренними проблемами, юстицией. Мы должны выгнать всех вот этих коррупционеров из органов суда и прокуратуры. Мы должны позаботиться за тем, чтобы у нас старики просто не жили впроголодь, чтобы они не были доведены до отчаяния того, чтобы продавать свой голос за гречку, чтобы проголосовать за какого-то пшора. Понимаете? Ну, это же позор, что у нас есть партия воров до сих пор. Они прошли в парламент именно за счет коррумпирования избирателей, за счет эксплуатации нашей нищеты. У нас вот эти проблемы сегодня гораздо важнее, чем, что сказал Путин про, не знаю, Меркель или наоборот, или газовый поток. У нас газ сегодня дороже в несколько раз, чем в Германии. А у нас люди сидят и очень часто, в том числе и в телевизионных студиях, обсуждают газовые войны между разными странами. Ну, это мы обсудим отдельно. А при этом у нас есть схемы на газе, и все эти Васи Ботнари и прочие зарабатывают миллионы на том, что обворовывает нас. Господин Григорьчук, наша программа подходит к концу коротко. Какова ваша конечная цель? Вы говорили о том, что у вас есть хорошая команда. Когда я вас спросил по поводу участия, почему вы не участвовали в выборах, вы сказали, что у вас есть, в вашей организации есть хорошая команда. Так вы собираетесь бороться за места в следующем парламенте, быть может? Нет, мы собираемся бороться за то, чтобы в нашей стране было больше справедливости, появилось наконец-то правосудие, появились функциональные институты власти, функциональные правоохранительные органы, которые наведут порядок в нашей стране. И с этой целью мы в ближайшее время выступим более подробно с инициативами к новым властям, чтобы, если нужно, мы можем оказать им помощь в вопросе иллюстрации и так далее. Мы хотим добиться того, чтобы все эти плохотнюки, вот эти их пособники, их шестерки, такие как Верил Марарки, Торага и прочие люди, которые должны нести уголовное ответственность, чтобы они не влияли на формирование повестки в нашем обществе. Они вообще должны сидеть в тюрьме, их имущество должно быть конфисковано. Отдайте вот эти деньги, квартиры и так далее, которые есть сегодня у семьи Мараря, пенсионерам. Продайте их и отдайте эти деньги пенсионерам. Вот так и нужно бороться, в том числе таким образом бороться с учетой. Вот примерно, ну не знаю, так расплывчато ответил по поводу наших целей. Какая настоящая политика, господин Григорьевич? Ну не знаю, может быть, есть элементы политики в нашей деятельности. Окей, но у нас такая задача. И эта задача, уверен, ее разделяет абсолютное большинство общества. И правые, и левые, и русскоязычные, и румыно, или молдоязычные, неважно. И для этих целей я считаю, что, во-первых, нужно оставить, я считаю, это моя точка зрения, господин Стайногланд должен остаться в должности. И вообще не понимаю, почему мы ведемся на вот эти, на эту повестку, подброшенную Плохотнюком и Шором, через своих, через вот это спящее, захваченное государство, что он должен уйти там и так далее. Нет, пусть работает в новых условиях. Пусть парламент новый сегодня, примет новые антикоррупционные законы, которые освободят там в каких-то случаях руки прокурорам, чтобы в стране наводился порядок. Здесь, я считаю, должен быть тандем. Вот примерно такая у нас цель. Это прекрасно. Может быть идеалистическая, но мы над ней будем работать. Всегда нужно стремиться к чему-то высшему, идеальному. Ну, как говорил Эрнаст Ачагевара, будьте реалистами, требуйте невозможных. Именно так. Господин Григорчук, в субботу мы цитировали с нашим гостем, господином Старышем, группу «Аквариум». Сегодня я хотел бы процитировать, продолжая традицию, Виктора Цоя, я хотел бы пожелать вам удачи в бою. Пожелай мне удачи в бою. Пожелай мне удачи в бою. Хорошая песня. Нетленная, прямо скажем. Уважаемые телевизорители. И у него есть еще песня «Перемен» тоже очень хорошая. Мы ждем перемен. Время такое, что действительно не хочется уже того, что было, но и есть определенные сомнения относительно того, что будет. Поэтому мы всегда остаемся оптимистами, и надеемся на лучшее, но держим глаз на тех, кто держит власть в нашей стране. Я убежден и хочу надеяться на то, что справедливость будет найдена как в делах тех, кто был незаконно осужден, так и в тех делах, которые еще ожидают своего окончательного приговора. И те, кто совершил преступление против граждан этой страны, против кого бы то там ни было, найдет свой приговор. Уважаемые телезрители, как мы всегда говорим, если мы сегодня не нашли истину, то как минимум приблизились к ней на один шаг. Всего вам доброго и до встречи в субботу. Субтитры создавал DimaTorzok